Всем привет! Вы на канале OvalCoding. Меня зовут Андрей и я начинаю большой проект. Своя социальная сеть на Python. Я покажу процесс разработки социальной сети так, чтобы это было интересно всем. Я решил назвать ее Creplace. Сервис, где можно будет найти людей с похожими интересами и увлечениями. Ну а бета-тестировщиками этого проекта будете вы. Уже сейчас я залил первую версию сайта на хостинг. Сейчас это пока мало чего оценивать, но дальше будет больше. Итак, создаем проект. И что мы делаем, когда впервые заходим? Регистрируемся. Все, что мы программируем, мы будем разделять на так называемые приложения. AppsList. Создаем приложение регистрации. Registration. Теперь создаем форму профиля. Имя, логин, электронная почта, возраст и так далее. У каждого поля есть параметры. То, что они обозначают, можно понять по названию. MaxLens. Максимальное количество символов в этом поле. Параметр Default обозначает значение поля по умолчанию. То есть, если при создании нового пользователя мы не будем передавать значение для какого-то поля, то оно заполнится значение в из параметра Default. Например, автоматически заполняется поле с датой регистрации, а также поле, которое обозначает подтвержден пользователь или нет. Изначально там стоит значение False. И теперь давайте вообще разберемся, что и на каком языке мы программируем. То, что мы видим, это HTML. Мы объясняем браузеру, что и где должно располагаться. И с помощью CSS это украшаем. HTML-код страницы можно увидеть, нажав ПКМ и просмотреть код. Про него чуть позже. С помощью JavaScript на странице что-то двигается и динамически, то есть без перезагрузки страницы, меняется. А потом пакуется пачка данных и отправляется на сервер, где с помощью языка программирования Python и фреймворка Django мы делаем с ними определенные действия. Например, создаем в базе данных нового пользователя. Давайте чуть поближе познакомимся с консолью браузера, про которую я говорил чуть раньше. Нажимаем ПКМ и просмотреть код. Самые главные и полезные для нас вкладки это элемент, консоль и нетворк. В элемент мы видим HTML-код страницы. Можно с помощью вот этой стрелочки выбрать элемент, например какой-то текст. И мы увидим структуру элементов, с которой он сделан. Можно два раза кликнуть на текст и ввести что-то свое. Но разумеется, это будет меняться только на стороне вашего браузера. Увеличить себе баланс на карте, к сожалению, у вас не получится. После перезагрузки страница вернется в исходный вид, ведь эти данные хранятся на сервере. Во вкладке консоль, консоль. Консоль, такая же как и на сервере, но сюда мы можем выводить данные для отладки, которые проходят на стороне пользователя. Например, когда пользователь ввел данные в форму и мы проверяем телефон на корректность, мы не будем отправлять эти данные на сервер. А сделаем это прямо в браузере пользователя, с помощью джаваскрипта. И выведем результат в эту консоль. Теперь заходим во вкладку Network. Перезагружаем страницу и можем видеть список всех файлов, которые приходят к нам от сервера. Это самый HTML файл страницы, картинушки, которые есть на этой странице, JS, CSS файлы. Наверху шкала времени. Мы можем увидеть, какие данные загружаются быстрее, а какие медленнее. С браузером разобрались. Идем дальше. Начнем со страницы. То, что мы видим. Создаем папочку Templates. Так принято называть шаблоны. И в ней сам HTML файл. Main. Главный. Тут с помощью тегов. Тег это элемент. Каждый из них что-то обозначает. Откроем код страницы любого сайта и смотрим. Весь код хранится в теге HTML, внутри, head и body. В ходе задаются некоторые настройки, подключаются библиотеки и сторонние файлы. Все это не рисуется на странице. В body мы уже задаем структуру страницы. Например, пишем тег div. Это просто невидимый контейнер. С помощью CSS задаем ему ширину и высоту. Помещаем в этот тег div что-нибудь еще. Например, текст в tih1. Цифра обозначает размер. Один, самый большой шрифт. Но размер шрифта можно более гибко менять еще и с помощью CSS. Так вот, помещаем текст внутрь тега div, и теперь на странице текст будет находиться внутри этого контейнера. Это используется для удобного структурирования объектов. Тег div для текста будет называться родительским. CSS код хранится в отдельном файле. С его помощью можно более гибко настраивать вид страницы. Цвета, размер, расположение. Все это делается с помощью CSS. Вот такие стильные вещи делают. Файл CSS нужно подключить в HTML файле с помощью тега link. В HTML файле страницы регистрации мы размещаем поля формы, это тег input, и кнопку, тег button. И теперь нам надо сделать так, чтобы этот HTML файл страница транслировалась на определенном URL сайта. В нашем приложении есть целая пачка файлов, для начала URLs. В нем мы ассоциируем определенный путь, для страницы регистрации впишем slash reg. И переходим в файл views, где мы будем программировать как раз действия при поступлении данных на сервер для каждой страницы. Создаем функцию registration, вписываем ее названием в файле URLs к пути reg. И теперь каждый раз, когда кто-то будет заходить на slash reg, будет вызываться эта функция. Ну а в ней мы пока просто будем отправлять шаблон registration.html, который создали ранее. Запускаем локальный сервер в консоли, заходим на slash reg и видим нашу форму. Теперь нам нужно запрограммировать этот скелет. Есть два типа запросов, post и get. Get запрос запрашивает определенные данные сервера. Например, при заходе пользователя на страницу в консоли мы можем видеть get запросы на HTML файла страницы, на которую зашел пользователь, а также вспомогательные к ней CSS и JS файлы. Браузер пользователя обрабатывает эти файлы и формирует страницу. Post запрос это когда уже браузер пользователя отправляет определенные данные на сервер. Например, из формы регистрации мы опакуем данные с помощью JavaScript и отправляем post запросом на сервер, где эти данные обрабатываются. С запросами разобрались. Теперь запрограммируем процесс регистрации. Чтобы кнопка отправляла данные из формы на сервер, в таге бата нужно прописать параметр action, действие. Этот параметр обозначает куда, на какой URL сайта будет отправляться наш post запрос. В нашем случае это и есть наш путь в слэш-рек. Теперь со стороны сервера мы принимаем эти данные. Если пользователь с такой электронной почтой уже есть, то мы отправляем ошибку. Давайте продумаем процесс регистрации пользователя. Будем ассоциировать профиль с определенной электронной почтой. Чтобы ее подтвердить, будем отправлять код на электронную почту и чуть позже его проверять. И так это реализовано во многих социальных сетях по принципу создания аккаунта на каких-то сервисах. В модели пользователя, его строчки в базе данных, добавим поле code для кода подтверждения и переменную типа boolean. Это галочка. Да или нет. Когда пользователь верно ведет код с почтой, мы поставим эту галочку и пользователь будет подтвержден. Но нельзя долго сесть за компьютером, поэтому выходим на улицу и давайте я вам расскажу смешной анекдот. Приходит улитка в бар, просит виски с колой, но бармен ей отвечает, говорит, не обслуживаем улиток, извини, и выбрасывает ее. Приходит улитка через 2 недели и говорит. Точно так же создаем отдельный URL и HTML файл для страницы ввода кода. Но для отправления мы уже задействуем JavaScript. В отдельном JavaScript файле проверяем нажатие кнопки и отправляем постзапрос на сервер с кодом. Если он верен, то ставим галочку на пользователя и залогиниваем его, то есть даем доступ к его аккаунту. Давайте чуть подробнее разберемся в коде. Сначала JavaScript со стороны пользователя. Мы обращаемся к элементу с классом код форм, это и есть наша форма отправки кода. Когда идет нажатие кнопки в этой форме, мы забираем значение из поля код и формируем постзапрос. Это выглядит так. Пишем на какой URL идет запрос, тип запроса в нашем случае это пост, и прикладываем данные, которые нужно отправить. Со стороны сервера данные принимает уже Python. При приходе постзапроса проверяем, что пользователя с такой почтой еще нет, и разумеется правильность кода. Если все верно, в модели пользователя меняем из Verificated на True, залогиниваем пользователя и пренаправляем его на страницу его аккаунта. Кстати, вы никогда не задумывались, как сайт запоминает вас? Почему, когда вы выходите из браутера и заходите обратно, вы остаетесь в аккаунте? Все дело в специальном уникальном коде, его называют C-ShinKey. Браузер отправляет его при заходе на сайт, и ваш аккаунт ассоциируется именно с этим кодом. То есть сервер запоминает, что сейчас в аккаунте находится пользователь именно с этим C-ShinKey. Регистрацию мы запрограммировали, теперь запрограммируем процесс входа. Тут тоже самое, проверяем данные, если все верно, и такой пользователь уже есть. Запоминаем, что под таким C-ShinKey сейчас находится этот аккаунт. Кстати, я забыл вам рассказать, что пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде. Также и передача пароля на сервер тоже осуществляется в зашифрованном виде, для исключения возможности его перехвата. После входа перенаправляем пользователя на страницу его аккаунта. Так мы обращаемся к этому аккаунту и пока просто выводим имя. Ну а в следующем ролике мы добавим возможность кастомизировать профиль, создавать посты, а также реализуем систему смены пароля. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца, не забудьте подписаться и поставить лайк. Переходите на Креплейс по ссылке в описании и лично протестируйте регистрацию. После этого зайдите в комментарии и напишите, что бы вы хотели видеть в новой современной социальной сети, тем самым внеся свой труд в разработку проекта Креплейс. Если вы хотите поддержать проект, в описании я оставлю ссылку на донат. Все деньги пойдут на оплату хостинга, машины, на которой будет работать сайт. Более частые новости про разработку Креплейс вы сможете найти в моем телеграм-канале. Ссылка также находится в описании. Всем спасибо, пока, удачи. Дальше будет только больше. Субтитры сделал DimaTorzok